Максимальное потребление кислорода. Показатель, который определяет аэробную мощность спортсмена. У многих бегунов повышение МПК является одной из основных целей тренировок, а кто-то этими цифрами пытается мериться друг с другом. Конечно, МПК это не единственный показатель, который определяет результаты спортсмена, но то, что нужно его стремиться развивать и поддерживать, это точно. Мы подробно рассказывали об МПК вот в этом видео. Если посмотреть на самые высокие показатели МПК, которые за все время измерялись у спортсменов, можно найти определенную закономерность. Самые выносливые получаются велосипедисты и лыжники. Пятерки спортсменов с самым большим значением МПК – двое велосипедистов, двое лыжников и бегун, соревнующийся на ультрадистанции. А когда речь идет о работе над повышением МПК, то лыжи оказываются одним из самых лучших инструментов. Например, некоторые велосипедисты и триатлеты частично, а иногда полностью заменяют велотренировки на беговые лыжи на зиму и не теряют значение МПК или даже увеличивают его. Что же делает лыжи таким отличным инструментом в работе над нашей физической формой? Физкульты, друзья. Обычным и естественным способом перемещения человека на длинные расстояния в древности был бег. И этого ему вполне хватало, пока люди жили в основном в теплом климате. Но со временем население планеты расползлось по всем ее уголкам. Пробовали ли вы когда-то бегать по коленам в снегу? А по пояс? И если вас ждет большое расстояние, то, конечно, так бегать не вариант. Приходилось искать решение. Самые древние свидетельства использования лыж были найдены на территории России. Это наскальные рисунки недалеко от берега Белого моря, которым более 6 тысяч лет. Они изображают людей на лыжах и с палками. А на территории Псковской области была найдена самая древняя лыжа, которой около 4,5 тысяч лет. Так что это не только естественная человеческая активность последние несколько тысяч лет. Это еще и активность, которая особенно близка русскому человеку. Преимущество такого передвижения было не только то, что ноги не проваливали снег, но еще и использование палок, которыми можно было помогать себе, распределяя нагрузку по всему телу. Этим и хороши лыжи. Во время передвижения на лыжах активно используются практически все группы мышц. Плечи, руки, спина, мышцы кора, ну и, конечно же, ноги. Благодаря распределению нагрузки мы получаем более сбалансированную проработку всех мышц и развитие сосудистой системы по всему телу. Как и бег, лыжи были практичны, доступны и полезны для здоровья. Поэтому в регионах со снежной зимой лыжами стали заниматься не только по необходимости, но и для досуга. Так и появился лыжный спорт. Уже в 1767 году в Норвегии были проведены первые соревнования по лыжному спорту. А в 1877 году там же было организовано первое лыжное спортивное общество. Именно лыжные соревнования были основой первых зимних Олимпийских игр в 1924 году. И, кстати, в программе Олимпийских игр есть не только лыжные гонки, но и горные лыжи, биатлон, лыжное двоеборье, фристайл. И все это лыжные виды спорта, но они абсолютно разные. Каких же спортсменов мы имеем в виду, когда говорим о выносливости? Самый первый и основной вид лыжного спорта – это лыжные гонки. Это то же самое перемещение на лыжах из одной точки в другую, что было тысячу лет назад, но в виде соревнования. В общем, это как беговой старт, только на ногах лыжи, а в руках палки. И тут также есть марафоны. Для мужчин дистанция составляет 50 километров, а для женщин 30. Именно в лыжных гонках спортсмены отличаются выносливостью. И это не только из-за самого процесса катания на лыжах, а прежде всего из-за тренировок лыжников. Возьмем для примера самую успешную лыжницу в истории – восьмикратную олимпийскую чемпионку из Норвегии Марит Бёрген. Почему мы взяли именно ее? Да потому что у нее больше всего медалей в зимних олимпийских играх. Тренировочный план ее лучших спортивных лет разобрали по частям. И вот что теперь мы об этом знаем. 91% всех ее тренировок проходил в аэробном режиме. Причем из них 76% низкоинтенсивные. 8% тренировок были силовыми и только 1% скоростные. В ее плане практически не было тренировок менее 50 минут. И четверть всех тренировок была более двух часов. И это стандартная практика для норвежских лыжников и биатлонистов. Большие объемы аэробных тренировок и совсем немного интенсивных. И если мы говорим об интенсивных тренировках в их плане, то это очень интенсивно. Когда вся тренировка проходит более чем на 90% от максимума. Тут на канале Simple Run мы часто говорим о важности низкоинтенсивных тренировок для выносливости. И в своих программах тренировок используем подход близкий к тренировкам норвежских лыжников. Вы можете тренироваться также. Пожалуйста, в нашем приложении это все доступно. Калькулятор пульсовых зон, чтобы точно рассчитывать свою интенсивность. Интервальный таймер и беговые метрики для тренировок. А еще полезные статьи, удобные функции и доступ к программам тренировок. Устанавливайте наше бесплатное приложение и бегайте Simple Run. Ну а мы пока возвращаемся к лыжам. Использование практически всего тела в каждом движении и особенности тренировок в итоге и делают лыжников одними из самых выносливых спортсменов. Это в совокупности с морозной погодой и тем, что лыжи, родная для нас вещь, не оставляют мне выбора. Я встаю на лыжи. Я очень давно не катался на беговых лыжах, практически со школьной скамьи. И несколько лет подряд я думаю о том, что надо попробовать эту практику. Но в Петербурге, к сожалению, последние годы не было заснеженных зим. Поэтому и лыж-то у меня пока нету. Но время пришло. И я хочу попробовать тренировки на лыжах, а также, может быть, поучаствовать в соревнованиях. Правда, я пока не знаю ничего про то, какие нужно тренировки делать и как вообще всем этим пользоваться. Так что я сделаю как любой нормальный человек, который хочет научиться чему-нибудь новенькому. Возьму iPad и зайду в YouTube. Так, вот нашел канал Skate & Classic. Сейчас посмотрим. Друзья, всем привет! Александр, салют! Привет, Виктор! Поможешь мне и нашим подписчикам объяснишь, как сделать первые шаги в лыжах? С удовольствием! У нас на канале мы рассказываем, что для того, чтобы начать бегать, ничего не нужно. Но с лыжами не все так просто, потому что нужны палки, ботинки, ну и сами лыжи. С одеждой я понял, как поступить. Я одел просто то, в чем я бегаю зимой. Ну, ты все правильно сказал. Если вы занимаетесь бегом, то для первых занятий на лыжах вам подойдет то, в чем вы бегаете зимой. И вам остается собрать свой первый лыжный комплект. Вам понадобятся лыжи, ботинки и палки. На сегодняшний день самый простой комплект начального уровня вы можете уместиться в 20 тысяч рублей. Этого будет достаточно для старта. Я знаю, что есть разные стили катания. Есть классика, есть конек. Классический стиль. Это естественное движение для человека. Движения руками и ногами совершаются как при ходьбе. При этом лыжи двигаются параллельно в лыжне. В коньковом ходе движения ногами совершаются в сторону, как на коньках. Отсюда и название. Коньковый ход. Хотелось бы сделать первые шаги именно с конькового хода в лыжах. Ничего себе, какие они длинные. Они такие должны быть, да? Коньковый ход. Обалдеть. Я бы пришел в магазин, я бы никогда не взял такие палки. Я бы взял палки, но, наверное, мне удобно держать вот здесь. Все такое легенькое, пушистенькое. Скажи, пожалуйста, а разница между правой и левой лыжей есть? Нет, это все, пожалуйста, просто. Понял. Это радует. А между передом и задом? Ну что, ты готов встать на лыжи? Сто процентов. Тогда давай сделаем так. Сейчас ты попробуешь передвигаться на лыжах так, как ты это видишь. А потом я объясню тебе, и мы продолжим. Отлично. Давай. Отлично, готово. Так. Какой-то затяжной шаг слишком, ведь, получается. Ты знаешь, думал, буду поустойчивее на лыжах. Но теперь давай приступим к занятиям более серьезно. Я настоятельно советую отложить палки, по крайней мере, на первом занятии. Потому что как только новичок берет в руки палки, то все равновесие поддерживается за счет палок. И основное движение вперед также происходит за счет палок. Поэтому палки и я, и ты сейчас отложим. Итак, начнем со стойки лыжника. Ты стоишь, и ноги слегка согнуты так, чтобы колено накрывало большой палец ноги. И при этом корпус слегка подан вперед. Благодаря чему у нас весь центр тяжести тела находится либо впереди, либо над опорой. Если мы просто согнем ноги, то принимаем позу, присаживаемся на горшок. Это неправильно. Во время движения коньковым ходом ноги всегда слегка согнуты и амортизируют. Потому что когда у тебя ноги амортизируют, лыжа будет легко скользить. Приняли стойку лыжника и начинаем вот так вот перешагивать с одной ноги на другую. Во время этого движения тебе сейчас нужно полностью перенести вес на одну ногу, потом на другую. Теперь ты разводишь носки лыж так, как при движении коньковым ходом. И продолжаешь вот те же переступания с переносом веса с одной ноги на другую. Мне напоминает этот танец лягушат из кинофильма «Буратино». Такой советский фильм был, а они там танцевали вот так же. И еще от хвоста хва, хва-хва-хва, хва-хва-хва-хва. Попробую чуть-чуть оттолкнуться ногой и перенести вес на другую. И поехать при этом? Да-да-да-да-да. Слушай, ну у тебя уже получается, да? Ну, работаем. Знаешь, есть все время ощущение, что когда я отталкиваюсь, как бы не зацепиться носком об землю. Когда ты бежишь, ты же контролируешь носок стопы, и ты немножко подтягиваешь его вперед. Здесь то же самое. Когда ты возвращаешь лыжу, вот если ты просто делаешь, то она у тебя будет цеплять. Но если ты слегка потянешь носок стопы на себя, то лыжа не будет цеплять. И тебе не придется высоко задирать колено. Окей, даже не подумал об этом. Поэтому сейчас делаем все то же самое, но ты стараешься контролировать носки лыж, чтобы не цеплять ими за снег. Ага, давай пробуем. Было ощущение, что когда я делаю коньковое движение, вместо того, чтобы нога нашла четкую опору и оттолкнулась от нее, лыжа как бы проскальзывала, смазывая вот этот толчок. Проскальзывание лыжи – это проблема, с которой сталкиваются все начинающие. И происходит это из-за того, что ты не догружаешь лыжу. Твой центр тяжести, он болтается между ног. И вот у тебя идет проскальзывание лыжи. Для того, чтобы проскальзывания лыжи не было, тебе нужно перенести всю массу тела на одну ногу. Тогда ты загрузишь лыжу своим весом. Витя, вот те элементы, которые ты только что освоил, в принципе, этого уже более чем достаточно для первого занятия. Поэтому давай подведу некий итог, для того, чтобы информация и у тебя, и у подписчиков лучше отложилась в голове. Основной момент, который вам нужно запомнить – это стойка лыжника. Что она из себя представляет? Колени слегка согнуты так, чтобы колени накрывали большой палец. Теперь ты начинаешь переступать с ноги на ногу и скользишь. Для того, чтобы к концу лыж не цепляли за снег, ты подтягиваешь стопу, носок стопы, и тем самым контролируешь носок лыж. Для того, чтобы лыжа не проскальзывала, переноси вес на одну ногу. На практике просто старайтесь максимально долго скользить на каждой ноге. То есть ты вышел на ногу и постарайся на ней немножечко прокатить. Потом на другую ногу. Ну а с руками шикарно. Ты вообще все правильно делаешь. Они помогают тебе продвигаться вперед. Все-таки движения на лыжах в коньковом стиле, когда тем более добавляются палки. Это идет за счет палок или за счет толчка как бы лыжей получается в бок. У тебя в равной степени работают и ноги, и палки. То есть важный момент, чтобы у тебя продвижение происходило за счет ног, а руки помогали. Довольно часто бывает так, когда взяв палки в руки, все, у человека все продвижение пошло за счет палок, а ноги мертвецы. Да. То есть в этом случае опять приходится забирать палки и заставлять ноги шевелиться. Самое интересное, скупки. Саша, скажи, пожалуйста, ну мы же спортсмены, максималисты, понимаешь? Я еще не успел постоять на лыжах, но мне уже хочется пробежать свой первый лыжный марафон. Что важно в тренировках для того, чтобы подготовиться к такому достаточно серьезному соревнованию? Конкретно в твоем случае, в принципе, за 2-3 месяца можно подготовиться, чтобы финишировать в своем первом лыжном марафоне. Если говорить в общем случае, то если вы хотите подготовиться за 2-3 месяца к своему первому старту, я бы рекомендовал поставить реальную цель, например, дистанция 10 километров. Ну а с нулевой подготовкой выбирать себе цель марафон, ну в лучшем случае вы сойдете на полпути, в худшем это будет боль и страдания. На мой взгляд, оптимально будет выполнять 3 тренировки в неделю, 2 небольших продолжительностью по часу и 1 длительную продолжительностью около 2 часов. Ну и поскольку я нахожусь в гостях у тебя на канале, мне хорошо приходить в гости без подарка, поэтому для твоих подписчиков я приготовил вот такую вот шапку. Это легендарная шапка Гундесвана. Кто не знает, кто такой Гундесван, обязательно загуглите, будет очень интересно почитать. Супер! Ребята, напишите в комментариях, что лыжи могут дать бегуну, и самые лучшие комментарии Александр оценит, и мы пришлем вот такую шапочку. Ну и поскольку впереди Новый год, у меня есть открытка. Здесь главная заповедь любого лыжника при покорении спусков, кто сыт, тот гибнет. На этой открытке я и Виктор оставим свои автографы, напишем вам новогоднее поздравление и отправим вместе с шапкой. Всем удача! Ребята, я все сегодня попробовал на собственной шкуре. Точно понравилось, точно буду продолжать. За экипировкой, пожалуйста, к Александру в Skate & Classic магазин. А если вас интересуют более продвинутые вопросы подготовки на лыжах, техника катания на лыжах, пожалуйста, к Александру на канал, там больше видео и подробнее. Сад, большое спасибо тебе. И самое главное, что я понял, чем заняться триатлету зимой. Ну, вот теперь все понятно. Будем пробовать лыжи. Так что, вместо всех тренировок? Если лыжи так хорошо тренируют все тело и развивают МПК, то, может быть, всю зиму на них провести? Нет. Для бегуна это точно не подойдет. Дело в том, что во время бега на лыжах нет фазы полета, которая присутствует в беге. Это значит, что нет и ударной нагрузки. Не стоит забывать, что бегом мы тренируем не только мышцы и сердечно-сосудистую систему, но и наш связочный аппарат. Проще говоря, если на всю зиму заменить бег на лыжи, то к весне ваш опорно-двигательный аппарат не будет готов поддерживать ту же интенсивность, что была в беге до зимы, несмотря на то, что силы мышцы и сердца для этого хватает. А вот дополнять бег лыжными тренировками – отличный вариант. Просто знайте, что если вы замените весь бег лыжами на всю долгую зиму, то значит вы замедлите свой прогресс в беге. Как всегда, мы пришли к тому же выводу, что разнообразие в тренировках – это очень хорошо. Но если ваш приоритет – это развитие именно в беге, то вы должны его выполнять в любую погоду, в любой сезон и в любое время. Дорогие бегуны, этот выпуск завершающий на канале Simple Run в 2021 году. Все мы этот год были большие молодцы, потому что прежде всего мы продолжали бегать и заниматься своим любимым делом. Сейчас я хочу вас поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы он был также успешным и интересным. У Simple Run есть традиция – мы поздравляем друг друга с Новым годом. Переходите в наше сообщество в Инстаграме и в этом году, а также в первые дни следующего года мы будем поздравлять каждый день друг друга с наступающим праздником. Ну что, бежим дальше? В 22-й год! А когда речь идет о работе над аэробной мощностью, то лыжники, скорее всего, окажутся самыми лучшими претендентами на что? Витя, название самых лучших лыжников. Да.